Президент Трамп намерен объявить о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом заявили представители Белого дома на брифинге для журналистов. Новость уже вызвала бурю возмущения в арабском мире, ведь по сути это означает признание Иерусалима израильской столицей. И эксперты по всему миру ожидают тяжелых последствий. Каких выяснял Сергей Овслендер. Итак, президент Трамп настроен перенести посольство США в Иерусалим. Намерение это он обозначил еще в ходе предвыборной кампании, но тогда никто и не предполагал, что оно действительно станет реальностью. Новость эта вызвала в Израиле небывалое воодушевление, а в арабском мире настоящую бурю. Эксперты предрекают вспышку насилия. Америка объявила усиленный режим охраны своих посольств на Ближнем Востоке. Германия предупредила своих граждан, которые находятся в регионе, соблюдать предельную осторожность. Турция заявила, что если перенос состоится, Анкара немедленно разорвет дипломатические отношения с Израилем. А председатель палестинской автономии Махмуд Аббас сказал, что это просто погубит мирный процесс, который только-только сдвинулся с мертвой точки. Но больше всех возмущена Европа. Декларации Европы подчеркивают еще раз, что Европа не признает права Израиля даже на еврейские кварталы нового западного города. То есть речь же не идет о том, чтобы Америка построила новое посольство на территории старого города, который действительно официально оккупирован. А речь идет о западной части Иерусалима, которую и ее Евросоюз отказывается признать под юрисдикцией Израиля. С 1967 года, когда в ходе шестидневной войны Израиль захватил Иерусалим и аннексировал его, мировое сообщество отказывается признавать город израильской столицей и считает спорной территорией. Все посольства традиционно расположены в Тель-Авиве. Разговоры о переносе главного депредставительства США идут с 1995 года, когда в Америке был принят соответствующий закон. Но в нем же сказано, что президент США может наложить на его выполнение вето. С тех пор каждые полгода каждый очередной глава Белого дома подписывал документ, откладывающий решение этого вопроса. В преддверии речи Трампа израильская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи с тем, что ожидаются массовые выступления палестинцев. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...